Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача День за днём с вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Митинг у памятного знака в деревне Серебрянка. Конкурс строевой песни в третьей школе Десногорска. Сводка о криминальной обстановке в городе. Турнир по волейболу, посвященный Международному женскому дню. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области представили дизайн проекта 30 общественных территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании, проводимом в рамках программы формирования комфортной городской среды. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта, которое прошло под председательством главы региона. На сайтах всех муниципальных образований участников программы по формированию комфортной городской среды появились проекты благоустройства парков и скверов городов области. Более 40 тысяч смолян высказали своё мнение относительно того, какие общественные территории нужно привести в порядок. Окончательно проголосовать за места, которые будут благоустроены в этом году, жители региона смогут 18 марта на избирательных участках. Традиционный митинг, посвященный 76-й годовщине со дня казни мирных жителей деревень Кукуевка-Серебрянка, состоялся 2 марта у памятного знака. Уже 17 лет, с 2001 года, когда был установлен этот знак, молодёжь Десногорска ухаживает за этим местом и отдаёт дань памяти безвинно убитых фашистами мирных жителей. В годы Великой Отечественной войны 5 марта на этом месте гитлеровские захватчики, не жалея женщин, стариков и детей, заживо сожгли 19 человек мирных жителей. В преддверии этого страшного события у десногорцев стала традицией проводить субботник. В этом году в нём приняли участие представители молодёжного совета города, общественных объединений и администрации Десногорска. Мы ежегодно проводим субботник, расчистку территорию, уборку, уход за памятником осуществляем. Вся наша активная молодёжь города всегда в этом участвует. Без истории, как говорится, нет государства, нет ничего. И чтобы они не забывали подвиг героев, дедов, прадедов, мы делаем такие мероприятия. Я нахожусь в поисковом отряде, состою, и мы поднимаем бойцов, как бы тоже неспроста. Мы тоже отдаём долг, и такими же мероприятиями мы отдаём долг памяти героям, которые участвовали в той Великой войне. После того, как был убран снег возле мемориала, состоялся небольшой митинг, который завершился возложением цветов и венков к памятному знаку. В Смоленске началась доследственная проверка по факту гибели молодой женщины, неудачно съехавшей с горки на ватрушке со склона на улице Покровского. Пострадавшую с травмой головы доставили в Красный Крест в минувшие выходные. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось. Уважаемые жители города, берегите свои жизни и своих близких. Катайтесь с горы только в специально оборудованных для этого местах. 2 марта в школе номер 3 Десногорска прошёл смотр строя и песни среди учащихся. Все подробности прямо сейчас. Смотр-конкурс в строю едином проходит в третьей школе уже второй год. Он проходит два дня, и в этом году в нём приняли участие 14 команд. Школьники показали своё умение маршировать и ходить строевым шагом, а также выполнять команды командира. Военную выправку и навыки участников оценивали настоящие военные. В России профессия военного всегда считалась почётной. Поэтому во все времена подростки хотели быть похожими на настоящих солдат. Раньше в школах подобные праздники были традиции. И коллектив третьей школы решил её возродить. Мы так решили, что это будет замечательной традицией в такой день, как День защитника Отечества. И ребятам нужно было подготовить ряд войск, девиз, эмплему, песню и, естественно, строевая подготовка. Это очень важно. С азартом, с интересом. Всем очень понравилось. Пригодится ли этот урок в будущем участникам смотра или нет, пока предсказывать рано. Но то, что каждый из них почувствовал себя настоящим солдатом и гордился этим, можно сказать, с полной уверенностью. Компетентное жюри определило наиболее подготовленных. Лучшие были отмечены призовыми местами. А все остальные команды за участие получили почётные грамоты. Криминальные новости. Полицейские пресекли деятельность наркопритона, организованного в квартире одним из жителей областного центра. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что домой к 28-летнему Смоленину регулярно приходят наркозависимые граждане. После обыска в квартире были обнаружены предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств. Экспертиза показала, что в стакане и шприцах находилась смесь, содержащая в своём составе дизаморфин. Подозреваемый пояснил, что предоставлял квартиру наркопотребителям за вознаграждение. За это ему грозит срок до 4 лет лишения свободы. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 132 сообщений о происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 81 административное правонарушение, в том числе 77 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к ответственности привлечены два человека. В завершении новости спорта смоляне стали активнее сдавать нормы ГТО. За 2017 год на официальном сайте Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировались почти 22 тысячи смолян. В 29 центрах тестирования ГТО сдавали комплекс 10 тысяч. Из них более половины выполнили нормативы по своим возрастным категориям. В Десногорске с начала этого года начали проходить тестирование 127 человек. Из них 111 в возрасте от 6 до 17 лет. Турнир по волейболу среди спортсменов Смоленской области и городов присутствие атомной энергетики проходит в нашем городе не первый раз. И с каждым годом участников из других регионов становится больше. Мы расскажем вам, какие команды принимали участие в турнире в этом году. 3-4 марта на волейбольных площадках комплекса Десна и Дворца молодёжи 18-й раз прошёл турнир, посвящённый дню 8 марта. В нём приняли участие 10 женских и мужских команд. Спортсмены приехали из Брянска, Смоленска, Ельни, Ярцева, Демидова, Дядькова, Курчатова, Удомли. Участники высоко оценили организацию соревнований. Мы уже не в первый раз участвуем на этих играх. В Десногорске именно очень нам нравится, очень позитивный настрой, много команд. Мы уже в Десногорске не первый год и не второй. Уже на протяжении, наверное, лет пяти мы уже сюда приезжаем. Нам очень нравится приём, очень нравится. Во-первых, это очень хороший спортзал, очень хорошее доброжелательное отношение. И мы с большим удовольствием всегда приезжаем сюда. Первые места заняли мужская и женская команды из Смоленска. Второе место у мужчин из Смоленска, у женщин из Дядькова. Третье место у женской команды Десногорска и мужской команды Курчатова. Все участники получили сладкие призы. А призёры и победители – подарки от профсоюзной организации Смоленской атомной станции. И ещё в преддверии Международного женского дня 7 марта в городском центре «Досуга» состоится праздничная программа «Быть женщиной – высокое искусство». Вход свободный, начало концертов 16.00. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Деснадофистов.ру». Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова